Всем привет! Я только что вернулась с почты с огромной коробкой счастья. Приехал эквадорский заказ от Эквадженейры. Получила я его от группы Мой блокнот Орхидеи. Спасибо огромное за осуществление мечт Владе и ее маме. Ссылочки на группу я оставлю под видео. Присоединяйтесь к девчонкам. Вчера Влада в соцсети выставила ролик обзора приехавших растений и я сразу узнала свой ящик. Были заказаны мной 4 орхидеи. До конца дня я ходила под впечатлением, не веря своему счастью и ошарашенная размером этих лекаст, этими мощными куртинами показанными, так как припасенные мной 15 сантиметровые горшки для их посадки, это просто наперстки. Но это все очень приятные моменты. Получать такие крупные холеные упитанные растения, это дорогого стоит, шикарный заказ. Одним словом, это все большая радость. Сегодня распаковываю и выставляю видео полученных орхидей. Посажу я их тоже сегодня, но видео посадки выставлю чуть позже, наверное на выходных. Начнем с моей мечты мечт. Это эпидендрум или нанодос медузы. От поставщика растение пришло в таком вот боксе. При помощи крючка этот блок прикреплен к стенке контейнера. Как вы видите, растение в идеальном состоянии, с живыми корешками, благодаря этой тепличке. У нас выглянуло солнышко, и я подумала, хорошо бы его запечатлеть под естественным освещением. Растение это не крупное. Орхидея запала мне в душу на самом деле лет 15 назад. Были неудачные попытки приручить это сложно в культуре растения, но я не сдаюсь. Я безумно рада получить его цветущим, и сейчас иметь возможность наслаждаться, и порассматривать этот удивительный цветок. Единственное огорчение, у него выломан рост. Но там вот внутри, если присмотреться, вроде бы есть зеленая почка. Ну, по крайней мере, гнили нет. Ну, или же пробудет он другую почку спящую. Вот такой вот побег. Он внешне схож с радисканцией. Листва у нанодеса медузы синяя. И, конечно же, очень эффектные цветы. Губа яркая, броская. Она насыщенного цвета. Вся искрится на солнышке. Вот я специально его принесла. Привлекательна также и бахрома. Она довольно широкая, но немножечко завернулась. Нужно сделать скидку на транспортировку. В любом случае цветочки-то сильно не примялись. Посажен нанодес на пробковый блок. Корни живые, зеленые. Они достаточно тонкие. Одним словом, буду его беречь, холить и лелеять. Я до сих пор не уверена в своих силах. Несмотря уже на приличный стаж в орхидейном мире. Помните, была такая песня у Шнура? Саундтрек к кинофильму Бумер. Любовь и боль, покой и бой. Так вот, эта песня про меня и про нанодес. Все потому, что он холодник. И в нашем климате ему, мягко говоря, некомфортно. Вот на бирочке поставщика также указана буква Си, то есть колд. Но я не намерена сдаваться. Далее, следующее растение это Фрагмипедиум. Я выбирала усатый. Мне очень хотелось с какими-то вот невероятно длинными усищами. И остановила я выбор свой на этом экземпляре. Называется он Запотила де ла Вирджин. Все названия латиницы я напишу под видео. Значит, этот гибрид был зарегистрирован в 2019 году нашим же поставщиком Эквадженейрой. Родители его это Фрагмипедиум Гумбольда на Варшевичи. Они оба усатые. В гибриде он должен быть чуть-чуть попроще, попластичней. В сети прочитала, что у этого Фрага усы достигают 60 сантиметров в длину. Ну и плюс вот относительно компактный размер. Наверняка помнят многие мой Гранде. Он вообще огромный. Этот вот смотрите какой. Он очень-очень упитанный. Здесь 4 розетки. Плюс идут новенькие розеточки. Молодые. Что меня привлекло? То, что все корни живые. Очень бережно поставщиком обернуто каждое растение. Данный гибрид у поставщика рос в вазончике в коре. Он его просто вынул оттуда и обернул бумагой. Ком не разрушаю. Так я и буду его сажать. Корни живые. Прекрасное растение. Просто чуть-чуть увеличить горшок. По идее где-то это была девятка наша. Ну сейчас я его посажу в двенадцатку и досыплю пустоты мелкой такой же корой. Прекрасное растение. Я же говорю идеально. Не нужно ничего потрошить, разделять. Посадил, полил и любоваться ним. И не менее желанные в моей коллекции это конечно же лекасты. Я на эту трибу подсела недавно благодаря своей орхидейной подруге. Мой экземпляр красной лекасты некогда был получен также от Эквадора. Полтора года фактически она радовала меня беспрерывным цветением. И я поняла, что одной лекасты мне мало. Эта лекаста светлая. Называется она Натали Сели. Белую лекасту я очень давно хотела. А тут считай, что именное растение. Приехала вот такая огромина. Очень крупная, мощная, статная. Не знаю в какой горшок сажать. Вернее знаю. Спасибо Влада, что положила мне эти большие вазончики. Смотрите, у нее идут цветоносы. И всем рекомендую, кто купил лекасты в этой поставке, тоже очень аккуратно убирать вот эти сухие кроющие чешуи буквально по ниточке. Потому что вы можете повредить либо ростики, если таковые есть у ваших экземпляров, либо цветоносы. Но у меня здесь вот этот, который высокий, длинненький, его видно. Это рост. Но если там присмотреться, сбоку, он идет один параллельно субстрату, а один с левой стороны, плохо видно, к сожалению. Там цветоносы. И естественно у нее живые корни. Точно так же поставщик их выращивает в коре, в очень мелкой. Посмотрите, какое, обратите внимание. Лекасты я тоже буду сажать в мелкую кору, просто досыпая пустоты. Это какое-то, конечно, невероятное мощное растение. На видео оно не выглядит вот так грандиозно, как выглядит в жизни. Потому что это взял в руки и, как говорится, маешь вещь. Так, и еще одна лекаста, которую я получила в этом заказе. Тоже пришла огромная, мощная, взрослая, крупная растение. Холеное. Это лекаста Меркури на Чита Мелоди. Невероятная, шикарная расцветка, нежная. В сети нашла информацию, что этот гибрид был зарегистрирован под названием Лекаста Курама Гошема в 2007 году. А вот он как раз и приобрел этот экземпляр в Эквадоре. Фотоцветение с сайта поставщика я вставляю. Растение очень сильно рослое. Это обусловлено тем видовым составом, теми растениями, используемые для создания этого гибрида. Особенно Лекаста и Вирджиналис. Описывают, что цветок у этого гибрида порядка 15 сантиметров, то есть крупный, с невероятным сиянием на чашелистиках. Посмотрите, какая необыкновенная розовая россыпь, как такой мелкий бисер и просто обалденная крапчатая губа. Растение взрослое, крепкое, еще раз повторюсь. С кучей цветоносов, как вы уже обратили внимание. Так что, надеюсь, скоро будем любоваться ее цветением. Вот и подходит к концу наш сегодняшний ролик. Эмоции переполняют. Растения, как вы видите, крупные, холеные. Я надеюсь, они очень быстро адаптируются. И в скором времени порадуют меня своим пышным цветением, бурным ростом не только листвы, но и корней. Еще раз огромное спасибо организаторам заказа за то, что они дают нам возможность приобретать такие классные растения. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Следующий ролик. Посадка растений, полученных в этом заказе.